Дорогие друзья, братцы и сестрички, приветствую вас на портале xg.ru Вопрос следующий Могут ли простые люди рисовать картины и писать стихи на библейские темы и изображать Бога? Дело все в том, что как только вы посчитаете себя непростым человеком, а каким-то особенным, вот с этого момента вам точно нельзя ничего делать, а нужно срочно бежать на исповедь, потому что у вас явно проблемы с тщеславием. Точнее, у вас с тщеславием нет проблем, оно у вас просто есть. Но если вы правда человек простой и хотите как-то выразить свою любовь к Господу Богу в виде стихов или каких-то картин благочестивых или даже иконописи, пожалуйста, если у вас это хорошо получается, если вы все это делаете с молитвой к Господу Богу, какие проблемы? Вы знаете, вот я остановлюсь только на иконописи. Как-то сегодня так стало принято считать, что если ты хочешь стать иконописцем, сначала нужно получить образование, то есть иконописную школу и так далее, а потом, соответственно, получив благословение, ты будешь хорошим иконописцем. Хороший иконописец — это, в первую очередь, человек, который умеет молиться или который хотя бы любит молиться или хочет научиться хорошо молиться. Это уже хороший иконописец. Далее все остальное — это техника. Техника, которая осваивается, ну вот у меня знакомая, она без всяких иконописных школ освоила технику за пару месяцев и пишет замечательные иконы, она благочестивая православная христианка, она пишет иконы с молитвой, и правда, все замечательно. Она не пытается себя как-то выразить в иконописи, она просто идеально, прям точно копирует древние иконы, соблюдая все каноны и так далее. Поэтому, если вы человек простой, но любите Бога, и у вас, правда, есть какое-то дарование, которое у вас выражается в виде иконописи или стихов и так далее, замечательно. Даже если нет дарования, ну тогда только для себя это делайте, чтобы других не пугать. Так что помоги вам Господь, если этим вы хотите не себя выразить, а именно воздать славу Богу, замечательно, помоги вам в этом Господь. Субтитры сделал DimaTorzok